МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом должно быть не менее двух кандидатов. Очередная сессия городской думы состоялась. Говорили о безбрании главы Водкинска. Держит уголовное дело в разрешении Макарова Владимира Александровича обвиняем в совершении преступления, предусмотренного в части 23-285 УК РФ, два эпизода. Очередной водкинский чиновник предстал перед судом. Кто оказался на скамье подсудимых? Ему понравилась работа регистратурам, как мы ее сделали. Мы очень рады этому. И определились с планами на дальнейшее развитие. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии посетил Водкинск. Какие вопросы обсудили в ходе рабочей поездки? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Водкинске». О самом важном и интересном расскажем вам прямо сейчас. А начнем по традиции с новостей Удмуртской республики. С 25 февраля участковые избирательные комиссии Удмуртии начнут принимать заявления избирателей о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту нахождения. Подать заявление также можно в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях и на портале Госуслуг. Сделать это следует до 12 марта. В прошлом году в Удмуртии было зарегистрировано 67 случаев бешенства у животных. Это почти в два раза меньше, чем в 2016-м. Неблагополучная ситуация отмечалась в Игринском, Кесском, Алапургинском, Селтинском, Улинском, Машгинском районах. Вместе с тем отмечается тенденция к росту числа людей, обратившихся в больницы с укосами животных. МЧС Удмуртия предупредила жителей о похолодании в выходные дни ранее. Синоптики сообщали температуру местами до минус 26 градусов. Спасатели просят соблюдать меры предосторожности в целях предотвращения переохлаждений и обморожений, а также быть внимательными при использовании электрообогревателей и печного оборудования. 21 февраля состоялась 30-я сессия Водкинской городской думы. Сегодня расскажем об одной из тем – о проведении конкурса на должность главы города. На очередной сессии городской думы говорили об изменениях в регламенте представительного органа и о конкурсе на должность главы Водкинска. Теперь он избирается не на оставшийся срок полномочий городской думы, а на 5 лет. Кроме этого, сейчас главой может стать не только депутат. Если раньше каждый депутат мог предложить любую кандидатуру из депутатов, в том числе и свою, то сейчас кандидатуры предлагаются в конкурсной комиссии, и при этом должно быть не менее двух кандидатов. Кандидат на должность главы Водкинска должен быть гражданином России в возрасте 21 года, неспособным, не судимым или со снятой или погашенной судимостью. Кандидатов рассмотрит конкурсная комиссия из 10 человек. Половина членов комиссии назначается распоряжением главы Удмуртии, а другая половина – решением Водкинской городской думы. Любой депутат Водкинской городской думы имеет право участвовать в открытом заседании конкурсной комиссии с правом совещательного голоса. Это положение, представленное на сессии Гордумы, сейчас утверждается. В срок до 14 марта можно внести поправки. Что касается будущего главы Водкинска, то его изберут не позднее 13 июля этого года. А пока, напомним, его обязанности временно исполняет Ольга Юрьевна Сорокина. Валерия Сулоева, Дмитрий Наговицын. Водкинске. Конкурс на должность главы Водкинска – это лишь одна из тем, затронутых на сессии Городской думы. Также депутаты говорили о преступности в Водкинске, о неэффективной трате бюджетных средств, благоустройстве и подготовке к президентским выборам. Об этом расскажем в следующих программах. 20 февраля состоялась встреча исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртской республики Игоря Титова с медиками Водкинска. Во время встречи Игорь Титов обсудил вопросы, касающиеся развития здравоохранения в Водкинске. Это привлечение работников медицинской организации, реализация программы «Бережливая поликлиника». Вопросы в основном решались по стратегии развития здравоохранения, в том числе и города Водкинска, на предстоящие годы. И основным вопросом сейчас стоит реализация проекта «Бережливая поликлиника» в лечебных учреждениях как республики, так и города Водкинска. В 2017 году Водкинск принял участие в пилотном проекте «Бережливая поликлиника». В его рамках был проведен ряд нововведений в городской поликлинике номер один. Стоит отметить, что оценка проекта со стороны исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии о реализации программы была положительной. Ему понравилась регистратура, как мы ее сделали. Мы очень рады этому. И определились с планами на дальнейшее развитие. Кроме этого, Игорь Титов провел личный прием граждан и назначил нового руководителя Водкинской районной больницы Алексея Бородулина. А вот действительную оценку работы Водкинского здравоохранения в Министерстве Удмуртии наши телекомпании отказались комментировать. И какие планы и изменения ждут нашу медицину, спрятано за пятью замками. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын. Водкинске. Журналисты ВТВ связались с новоиспеченным главным врачом Алексеем Бородулиным. В ближайшие выпуски новостей мы надеемся, что он найдет время и ответит на наши вопросы. 21 февраля в зале Водкинского суда началось слушание уголовного дела в отношении экс-главы администрации Водкинского района Владимира Макарова. Владимир Макаров занимал пост главы администрации Водкинского района в период с 2008 по 2016 год. В сентябре 2017 был задержан правоохранительными органами. На сегодняшний день следствие законченное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. В рассмотрении подлежит уголовное дело в отношении Макарова Владимира Александровича обвиняем в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ 2 эпизода. Гражданину Макарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 285 УК РФ. Целоупотребление должностными полномочиями. Сообщается, что подсудимый, используя служебное положение, помог близким родственникам приобрести первый этаж многоквартирного дома, принадлежащего МО «Водкинский район» по цене значительно ниже рыночной. Сделка была совершена в нарушении установленного порядка без проведения торгов. Сумма сделки составила 845 тысяч рублей, при рыночной стоимости недвижимости 6 миллионов 700 тысяч рублей. Исход данного судебного разбирательства будет известен не раньше, чем в марте месяце, так как собранный правоохранителями материал составляет не один том. Да и в деле фигурирует множество свидетелей, показания каждого из которых будет заслушана по всем нормам российского законодательства. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске. Чем еще запомнился этот день в истории города? Расскажем в рубрике «Городские новости» короткой строкой. 24 февраля на центральной площади Водкинска пройдет праздничная программа «Курс молодого бойца», посвященный Дню защитников Отечества. Участников ждут эстафеты, викторины и семейные конкурсы. Проверить свою смекалку, силу и ловкость могут все желающие. Начало в 11 часов. 21 февраля в Водкинске состоялась очередная игра в рамках всероссийских соревнований по хоккею с мячом. На своем поле Водкинсы встретились с командой «Акжайк» из Казахстана. Матч завершился безоговорочной победой «Знамени 9-3». Теперь в активе команды 49 очков. 22 февраля прошла повторная игра. За матчем наблюдали и съемочная группа телекомпании ВТВ. Подробности игры смотрите в понедельник в информационной программе в Водкинске. 16 по 18 февраля в Москве состоялся открытый чемпионат и первенство России по смешанным боевым искусствам. Соревнования собрали более 600 участников со всей страны и ближнего зарубежья. В них приняли участие спортсмены из Водкинска. Наши ребята показали отличные результаты в наш город. Бойцы привезли 18 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили путевки на Кубок мира, который состоится с 7 по 8 апреля в Италии. Ребята тренируются под руководством заслуженных тренеров Удмуртской республики Александра и Виктора Бобровых. Еще больше новостей ищите на портале водкинск.нет. Там каждый день новые и полезные информации для вас. Продолжит выпуск новостей и информации от волонтеров. В одном из гаражных кооперативов города они заметили собаку по кличке Тома. Было видно, что она истощена. Спустя неделю собаку удалось поймать. Девчонка была жутко обезвожена, практически уже не стояла на лапах. Со страшной запущенной формой отита кровь вместе с гноем текли из уха. Пролечили, прокололи. Ухо уже, к сожалению, не слышат. Все уже там заросло. Но девчонка встала на лапы, она отъелась. Томе около 10 лет. Сейчас собака нуждается в ласке и заботе хозяев. Кто может дать питомцу тепло и любовь, а также крышу над головой? Обращайтесь к волонтерам. 27 февраля 1967 года Александр Солженицын завершил архипелаг ГУЛАГ. Первый том большого романа был опубликован в Париже лишь в декабре 1973 года. Чем еще знаменателен этот день в истории, узнаете из нашей рубрики «Даты и события страны и мира». 22 февраля – день поддержки жертв преступлений. Дата, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Сегодня в мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Они реально помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса. Наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку. 22 февраля 1878 года в Москве была впервые исполнена 4 симфония Петра Чайковского. К сожалению, ожидаемого впечатления от москвичей она не произвела. Это была мрачная эпоха реакции, а вот в Петербурге вызвала фурор. Горячо она была принята и в Париже. Впоследствии 4 симфония Чайковского стала одним из самых популярных произведений мировой симфонической литературы. 22 февраля 1764 года Екатерина II подписала указ о принятии собраний картин старых мастеров купца Гацковского в зачет его долга русскому правительству. Картины были развешаны в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж», что означает «место уединения». С этого начался крупнейший музей России. А на сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды и гороскоп. И еще, если у вас есть интересная информация и вы готовы поделиться ей со всем городом, звоните. Мы расскажем и покажем в нашей программе. Телефон редакции телекомпании ВТВ 59975 8 912 441 01 25. С вами была Наталья Влада. Увидимся в Воткинске.